стоимость доставки за границу настройки в листинге для 2 3 5 10 товаров заказе кто платит особенности настроек и как работает сейчас алгоритм на сегодня приветствую вас друзья если вы смотрели мое предыдущее видео по доставке пожалуйста посмотрите это буквально на днях еще раз общалась с мастером еще раз перепроверили как работает алгоритм и она на своем примере поделилась со мной и другими мастерами также пообщалась что сейчас все-таки нужно быть крайне внимательным к алгоритму по настройке по заполнении карточки товара и когда вы заполняете доставку обратите внимание на эти на ячейки ван айтем и additional item друзья чтобы вам было понятнее я в этот раз объясню на примере например вы отправляете товар с границу и вы у себя в листинге а настроили доставку вот таким образом и заполнили прямо как сейчас как я ну например да цифру поставили там ван айтем а и дешинал айтем наполнительный товар посылки вы ничего не поставили примере нашим как у мастера было у нее сделали на эти заказ в 10 листингов положили в корзину 10 листингов у нее было настроено как у меня сейчас в примере и что у нее получалось получается у нее если товар едет и куплен один то стоимость доставки 5 долларов а вот если товар из этого листинга будет положен в корзину вторым третьим пятым десятым сотым как additional item как дополнительный товар в заказе дополнительный товар посылки то бишь не первым то он будет идти вот в нашем примере сейчас бесплатно вот к сожалению получается если вы здесь цифру никакую не пишите то ваш товар вторым третьим пятым десятым сотым посылки будет идти за ваш счет то есть бесплатно а теперь называется внимание а если у вас товары тяжелые если у вас стоимость доставки гораздо выше чем вот это пять долларов вам нужно быть предельно внимательным и узнать у себя на почте в службе с доставки сколько вас стоит отправка одного товара потому что почты сейчас по поднимали стоимость доставки и плюс посмотреть а сколько же этот additional item будет как дополнительный товар то посылки если его посыпал может например другим листинге я рекомендую не занижать вот здесь например эту цифру оставить ее более реальную более осознанную более адекватную если вы здесь поставите либо нули да будет ноль если вы здесь поставить и просто наобум что-нибудь 5 центов то фактически фактически огромный большой заказ вас не порадует а горчит из-за того что вы неправильно указали доставку и вам придется из своего кармана его ее оплачивать вы уходите в минус получается смотрите если у вас достаточно тяжелые товары то здесь при нашем вот раскладе в нашем примере если вы здесь поставить любой либо по вашей стране либо по стране за границу да как я сейчас поставила вы поставили по 5 центов это значит что если положили 10 товаров корзину и вас в 10 листингах вот настроена вот таким образом как сейчас у меня в примере доставка значит вы заплатите 5 долларов робот берет стоимость доставки из ячейки ван item и additional item это будет листинг 2 5 9 там 10 со 2 по 10 листинг вы за каждый листинг за каждый товар с этого листинга заплатите за доставку вернее вам клиент заплатится доставку 5 на 9 45 центов и получается у вас огромная посылка с 10 листингов из 10 товаров уже многократно тяжелее по весу уже никак не тянущий на 5 долларов по доставке будет стоить не 5 долларов 45 центов а намного больше и если у вас стоимость доставки товара достаточно высока то вам и в и в additional item вот в этих вторых ячейков также рекомендую будьте внимательны ставьте реальную цену по доставке не занижайте ее искусственно не ставьте на обум а зайдите пожалуйста в службу доставки на свою почту проверьте посмотрите сколько стоит по сумме по весу эта доставка друзья я понимаю я общалась тоже из мастером у которого возникла вот эта ошибка и с другими мастерами что получается ставим нули вы платите за доставку сами когда это идет товар этот листинг покупается 2 4 5 10 посылки не 1 вы получается алгоритм вот выхватывает и берет первую из вам айтем первый листинг а эти все остальные идут в этом заказе как и дешевле айты поэтому будьте к этому внимательны что еще что еще порекомендую кто попадает неожиданно в такую ситуацию пожалуйста попробуйте ну скажем так компенсировать хоть как-то выставить либо дополнительные листинг или поговорить с клиентом покажите вплоть до того что скрины сколько стоит компенсации за снега за доставку столько стоит компенсация за доставку согласно веса из вашей страны в его страну часть людей конечно оплатит по вторая часть ну как не все люди лояльны не все это захотят сделать поэтому попробовать исправить ситуацию всегда можно неприятно не хочется но все же это как ваш вариант не выйти скажем так в минус не удерживить свою работу но бывает и такое что без этого без общения с клиентом по этому поводу не обойтись потому что есть изделие очень тяжелые есть изделие из дерева и если вы указали неправильно доставку либо например доставку не успели изменить потому что доставка вашей стране подорожала то к сожалению вам придется обязательно общаться с клиентом да по этому поводу друзья еще раз обращаю ваше внимание если у вас на будет на любом каком-либо маркетплейсе есть ячейки по доставке если у вас доставка может называться по-другому немножечко то аван айтем либо first айтем либо первый товар посылки будет означать что это стоимость при покупке одного листинга а вот вторые ли ячейки additional айтем либо написано second айтем там второй товар посылки третий товар посылки четвертый товар посылки если у вас будут подобные ячейки то пожалуйста сейчас на данном этапе не оставляйте их пустыми и когда будете заполнять то выставляете более реальную стоимость доставки если клиент захочет у вас купить достаточно большой заказ некоторые клиенты вот согласны вас что-то спрашивать уточнять вы всегда сможете например выставить когда вы зовете человека на разговор на отдельно индивидуальный кастом листинг там вы уже сможете просчитать да и стоимость да и может быть сделать какую-то скидку и просчитать суммарно по весу до стоимость доставки вам будет на порядок уже легче но в таком случае когда бы клиент покупает сам пусть у вас будет скажем так запас по доставке вы лучше сделайте ему подарок какой-то вложите либо предложите скидку на следующий например там продукции товары если клиента платит а вы посчитаете что много оплатил за доставку это будет немножко больше дачи вы посчитали чем есть на самом деле по факту поэтому вам с этой ситуации будет намного легче выйти друзья я обращаю внимание каждого мастера если вы заполняете сейчас стоимость доставки то пожалуйста заполняйте все ячейки по нулях нигде вот когда мы говорим если вы заполняете ячейки по доставке ничего нельзя по нулях оставлять если вы ставите там 0 да вот например а в additional item то система будет видеть эту цифру 0 и считать ее по цифре 0 к сожалению сейчас это так я убедилась другими мастерами на сегодня которые они которые отправляли посылки буквально на днях один мастер там 10 или 10 листингов 10 товаров посылки до у другого мастера там несколько товаров посылки и система до работает одинаково к сожалению вот сейчас на данном этапе по физическим товаром если вы отдельно указываете доставку по ячейкам то вот алгоритм работает так так что я вам желаю удачи успехов в продажах за границу будьте внимательны избегайте тоже лишних как говорится траты ошибок с вами была прохоровская светлана если вам нужна помощь заглядывать ему яйца магазин есть две секции на русском смотрите читайте там есть и про консультации про мои книги и про мою работу для вас я вам желаю удачи и успеха во всем будьте здоровы пока до встречи сли в следующих видео